Меня зовут Качалов Вячеслав. Я работаю в компании «Черч», антидиректором. До этого работал в Российской Федерации, в России. Занимался развитием проектов и управлением в основном банковской сфере, в крупнейших банках, включая Сбербанк. Также имел опыт работы в рознице, в таких компаниях, как «Метрика Шинкемель». Этот опыт сейчас, безусловно, мне очень помогает работать здесь, чтобы предметно погружаться в ту область, который отвечает. Я достаточно давно уже работаю, и мне приходилось делать проекты в различных мультикультурных средах с коллегами из Англии, Германии, Италии, даже Румынии. Да, я понимаю, менталитет в каждой стране свой. Какие-то вещи иногда удивляют, но к ним тоже привыкаешь. В конце концов, каждый профессионал должен принимать правила игры в том рынке и в той ситуации, в которой мы работаем. Мне показалось очень интересным присоединиться к вашей компании, к нашей компании. Если мы сравним компанию с жизнью человека, бывают крупные корпорации, знаете, такие уже уставшие, седые, у которых все прибито, грубо говоря, гвоздями. Все процессы выстроены, системы внедрены, все понимают, что им делать завтра и послезавтра. Такое же, как сегодня. Ну, то есть они уже все выстроили, и у них нету практически места для новых каких-то вещей, для перемен, то, что мы называем change. А есть компании «Копечочек», которые пришли к пониманию, к некому порогу зрелости. То есть компания быстро росла, захватывала рынок. Сейчас она, как человек взрослеющий, который, скажем, из школы переходит в университет, переосмысливает и понимает, что ей нужно улучшить, какие процессы формализовать, какие поменять, какие информационные системы внедрить, которые ей реально помогут в ее работе и в дальнейшем захвате рынка. И вот именно такой момент, мне кажется, профессионалам, а я себя отношу к профессионалам, очень интересно работать в таких компаниях, создавая что-то новое и сопровождая вот этот рост компании, и сопровождая смену статуса компании, то есть сопровождая переход компании на новый уровень зрелости. Тут достаточно все классично, и практично, я бы сказал, я не стал придумывать что-либо новое. Есть три вертикали. Одна вертикаль занимается управлением проектов. Мы же понимаем, что практически в каждом проекте есть IT-составляющая, так или иначе. Соответственно, там работают проект-менеджеры, которые, как пилоты, пилотируют свои лайнеры и обеспечивают их мягкий взлет, мягкую посадку и то, что проекты будут он-тайм, он-бажен. Вторая вертикаль занимается поддержкой пользователей, поддержкой сетей, поддержкой систем, решением каких-то инцидентов и информационной безопасностью. Все, что мы можем отнести к рану. То есть в классике IT делится на Change и Run, вот это Run, то есть поддержка. Третье направление, также Change, это разработка программного обеспечения. Поскольку в компании сейчас фокус все еще на внутреннюю разработку, ну, в текущий момент, у нас достаточно большой коллектив разработчиков. Наша Силиконовая долина, как мы это называем, «бучку прикер», это третье направление развития, третье направление в дирекции IT. Важно понять, что вам интересно. В IT есть свои направления. Разработка бывает фронт-энд, бэк-энд, мобильная разработка. Также очень часто ценятся дизайнеры, продуктовлеры, ценятся и будут очень цениться на этом рынке в скорости. Поэтому, если вы молодой IT-шник, выберите себе нужную дорогу, занимайтесь только тем, что вам интересно. Разработкой, дизайном, аналитикой, тестированием, девопсом. Выберите свою дорогу, чтобы работа была как хобби. Тогда будет интересно и тогда будет получаться по этой дороге идти спокойно, без стрессов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова